и вот начинаем тогда жду уведомления как обычно потом начинаем у нас будет текст александра сергеевича пушки не не самый интересный текст но на самом деле это интересно для привода содержание текста не главное но есть очень интересные приложения касаемо перевода и так далее у нас сегодня есть полтора часа текст занимает немножко больше страницы тогда вообще успеем не буду спешить вообще чтобы мы занимались точно портера часа не 20 минут но так просто жду еще две минуточки чтобы все пришли и потом уже начинаем уже могу вам показать вот и это на сегодня александр сергеевич пушкин тебе показывает чат подождите вот иначе не буду видеть вопросы и так не самое сложное но это вообще нужно из этого извлечь интересные предложения интересные переводы тогда нам будет это именно именно это будет нам интересно сегодня так как вы пока мы ждем последних через 30 секунд будет 20-30 как вы скажите в чате комасова комасова и не знаю какая задержка какую задержку я выбрал сегодня думал обычную так наверное из 20 секунд между все начинаем тогда титр вообще это легко александра пушкин так пишется на франском языке пушкин с аж во франском языке такого нет и конечно пишется буква в конце ночи это пушка это пушкина вот отчество чаще всего мне переводим мы просто берем имя потому что у нас во франции такого нет тогда когда написано типа александр сергеевич пушкин нам непонятно что это такое поэтому лучше написать вот так александр пушкин без отчества так имя александра сергеевича пушкин естественно только в россии но и во всем мире речащий поэт россии солнце русской поэзии так называют пушкина любители атературы пушкин кстати если хотите чтобы я объяснял на франском языке это конечно возможно просто скажите я перейду к французскому так луну далек сандра пушкин и куни пока что ничего сложного но сальма и куни ну что должно быть с Tommy не здесь а также чего-то с трамма и превратил знает какие-то Что это странно вообще, что там не мешает? Александр Пушкин, который был в России, но также в России, но также в мире. Почему-то что-то мне мешает уже. Иначе есть другие возможности, типа Нет, это странно получается Тогда так оставим Да, так оставим Величайший поэт России Солнце русской поэты Так назовут Пушкин Тогда вот Здесь интересно Подлежащие в конце предложения Тогда в французском Подлежащие конечно нужно поставить в начало То есть Les любители Я могу записать себе De литературу Appел Пушкин Le plus grand Поэт de Russie Les amateurs Вот Les amateurs Не очень на самом деле Le soleil de la poesie Посмотрим, что предлагают Кстати, переводчики Будет интересно У нас трое сегодня Тогда задавайте свои вопросы Можно будет ответить Без проблем Любитель 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 Salut David Любитель Аматер Фан Пассионный Ли пассионный Неплохо Ли пассионный литература Ну али за матер Так оставим Это звучит Более расслабленно Александр Пушкин Родился 6 июня 1900 1799 года Префер 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 Это предпочитает Где ты Выдела Префер Лори Я думаю Тут Лори, Оля и я Востроя Наверное Давид Я не знаю Я не знаю Кто здесь Я не вижу имена Я вижу только Количество людей 9-го года В Москве В небогатой Дворянской Это мне очень Мне очень смешит Типа В небогатой Дворянской Семье Он рано научился Читать Окей Потом Продолжим Тогда скажи Лори Куда ты хочешь Поставить Префер Пожалуйста Александр Пушкин И Не Лежим Лежим 1799 В Москве В Москве В Москве В Москве В Москве Префер Это предпочитает Префер Это будет Любим Но Любим Именно Любим Он Наркор Ни Префер Дома Он И Будет Можна Лежит Адорат Но Лежит Адорат Это звучит очень религиозно, типа фанатики. Но это глагол «адорать», а не «преферить». «Преферить» думаю, мы не найдём. Если найдёшь, скажи, я любопытен, но да. Александр Пушкин-Энель, в 1770 году «Фамилия». Это вообще очень смешно. Я не знаю, обычно ли так говорится в русском языке, но на французском это звучит ужасно смешно. «Dans une modeste famille noble». «Dans une modeste famille noble», так скажем. «Dans une modeste famille noble», да. Он рано научился читать, мог весь день провести в богатой библиотеке своего отца. «Il a appris à lire jeune», то есть молодым как-то, когда был молод. «Бир в французском языке. » Александр Пучкин был на 6.07.1799 в Москве, в москве молодой семье. Он научился читать, что он мог бы проводить все время в речи библиотеки своего рода. Почему вы не понимаете, что и что? Это тоже самое важное, поэтому... Он мог бы проводить все время в речи библиотеки своего рода. Окей. Две точки не очень нравятся мне, но по-другому не знаю, как можно так сказать. Я принял жену и пуви. Просто так и пуви. Так, все. Проблема разрешена. Сергей Львович, отец Пушкина, занимался литературой в его доме. Я часто говорю, здесь не русские писатели. Здесь вот ловушка. Сергей Львович. То есть, если сказать Сергей Львович на французском языке, не будет очень понятно, кто же это такой. Ну, конечно, понятно, потому что потом отец. Но, типа, почему Львович? Типа, его зовут Львович, а сына зовут Пушкин. Почему так? Во Франции вообще не понятно. Тогда, если вы напишете Сергей Львович на французском языке, будет очень странно. Будет не так. Тогда скажем, Сержа Пушкина. Львович на французском языке. И так обходимся. Это значит, что пишут по-разному, чтобы отличить значения? Да. Ну, чтобы отличить. Потому что исторично это так. Например, на английском Q. Наверное, так пишется, потому что раньше по-другому произносилось. Ну, там. Сержа Пушкин, Ле Перд, Александр. Занимался литературой. Почти на французском языке. Да. Подождите. Здесь есть двойные пробелы, это мне очень мешает. Нет, это просто такое. Занимался литературой. Почти на французском языке. Почти на французском языке. Так бывает. Почти на французском языке. Очень часто говорят, что большие аутиры, это лучше, чем известные аутиры или популярные аутиры, можно так сказать. И теперь нам надо решить проблемы с литературой. Как можно это сказать? У вас есть предложение или нет? Я придумал что-то. Скажите. Можно сказать, что работают в литературе, но это не вообще. Не очень. Можно смотреть, типа, писали ли он книги? Смотрите. Сергей Пушкин. Пушкин писал ли он? Писали ли он какие-то книги или нет? Я не смотрю, конечно. Кажется, нет. Кажется, нет. Тогда скажем так. Эмиля Литератур. Пхавай. Ну, кажется, нет. Я смотрел и вообще он не произвел никаких произведений. Или я не так смотрел. Но иначе можно так сказать. Я пока напишу это фиолетовым, чтобы сказать, что не очень точно. А потом посмотрим сближе. Смотрите. Скажем так, что я буду поэтом в векипене написан. Тогда я не настащен смотрел. Показывает, что работают в литературе. Да? Я не допустил. Показывает. 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 Продолжение следует... Дискутать о новой истории не очень хорошо звучит. Дискутать о новой истории не очень хорошо звучит. Перечитайте. Незаметно, конечно. Дискутать о новой истории не очень хорошо звучит. Дискутать о новой истории не очень хорошо звучит. Это намного проще звучит, чем это. Но в оригинальном тексте так написано. Своего отца, а потом отец. Не очень красиво написано, но это так. Свои первые стихи Александр написал в раннем детстве. Что интересно написали их на французском языке. Окей. Итак. Ручка. Дискутать о новой истории не очень хорошо звучит. Дискутать о новой истории не очень хорошо звучит. Дискутать о новой истории не очень хорошо звучит. Станет о новой истории не очень хорошо звучит. Здесь очень важно. структура чтобы усилить типа это точно интересно как в русском что интересно написан так и так все какие-то телесом сику да он сам салю никуда не салю никуда я знаю как переводить я просто не только красиво переводить три же не оси же довольно то есть довольно молодым после на когда был довольно но на александра кисе премьер оси же несколько трасса кинезы крема франции то есть ранние действия ранние действия интересно как переводят например в переводчиках ранние детства потому что есть же на фонс петит он фонс на петит он фонс это звучит как будто ему три года не очень не очень а сезон ворт недоволен потому что он думает что стихи молодые но это же александр молодой тогда здесь без с вот и все какие-то тресансы кинезы кривы он фонс и окей ли это пушкин обычно проводил у своей бабушки в деревне там он на всю жизнь полюбил русскую природу ли ты не обрабатываешь это минуту потому что это не у меня не у меня вот лет и не у меня окей а Я не знаю! В общем, Пушкин... Пустили лейтей... Великобритания... Великобритания... В общем, Пушкин... Великобритания... Тожка... Давайте посмотрим, посмотрим. Там у нас все, я не забываю русского. И это там, а иметь на русском языке всю свою жизнь. «En général, Пушкин пасет в été. В этом городе в городе, а иметь на русском языке всю свою жизнь». Ну так оставим. «Начех». Не будем усложнять. И потом, когда Пушкин стали известным поэтом, он написал свои лучшие произведения не в Москве или в Петербурге, а в деревне. «И Плютах». «Плютах», просто, без «и». «Кон...» Наверное, порядок придется заменить на другой. «Кон Пушкин...» «…» 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 Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, но в этом городе. Да, после чего? Он стал известен после того, как написали эти произведения в деревне или нет? Или он стал писать после того, как стали известен? Понимаешь? Потом, когда Пушкин был известен, он открыл свои лучшие овры не в Москве, но в Санкт-Петербурге, но в этом городе. Пусть была в Москве. Александр написал свои первые слова в Санкт-Петербурге, и что интересно, он их написал в стране. Он открыл свои лучшие овры не в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Как стали известен, стал писать. Окей, спасибо большое. Окей, тогда можно уже перейти к следующему. Подождите, мы немножечко быстро приводим. Я сейчас просто буду медленнее переводить. И потом, кстати, можно будет пересмотреть, типа, что можно сказать по-другому, как более интересно. Я вам напишу. У нас есть еще немножечко больше часа. Итак, 19 октября 1811 года, недалеко от Санкт-Петербурга, в царском селе, сейчас это город Пушкин, открылся лицей. В этом лицее, так, 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 окей. Donc, le 19 octobre 1811, non l'omain de Saint-Pétersbourg. Почему такое долгое название? Читай медленнее на францком, пожалуйста. Окей. И я перечитаю, так, да. Александр écrit ses premiers vers assez jeunes, et ce qui est intéressant, c'est qu'il les a écrits en français. En général, Пушкин passait l'été dans le village de sa grand-mère. Il y a aimé la nature russe toute sa vie. Извините за... Извините унивини. Plus tard, quand Пушкин est devenu un poète célèbre, il a écrit ses meilleures œuvres, ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, mais dans ce village. Donc, le 19 octobre 1811, non loin de Saint-Pétersbourg, dans le... dans... dans... à... C'est le village de sa grand-mère. 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 Что во Франции проходят? Нет. Во Франции мы не проходим иностранную литературу вообще. Совсем нет. Даже не франкоговорящую. Только вообще французскую литературу из Франции. Иностранную или типа литература из Канады, из Африки, из франкоговорящих стран вообще не проходим. Вообще нет. Открыться лицей в конце проложения. Если честно, это звучит ужасно. Это звучит ужасно. Это звучит как будто ты немножечко знаешь, как хорошо писать, но еще не умеешь. Ты делаешь все эти версии, которые возможны во франском языке, даже если это очень тяжело. Подождите. Лисы. Уверт. Вот. Так, намного лучше. Лисы умерли 19 октября 1811, не вновь до Сан Петербург. А это сейчас, в Силу. Сегодня, Пушкин. С'оврить? Нет. Не с'оврить. Ковребка может с'оврить. Нет лицей. Если ты говоришь Это значит, что крыша Крыша открылась Ну ладно В этом лицее Александр Пушкин проводил 6 лет Может быть 6 лучших лет В своей короткой жизни По-русски это тоже звучит ужасно Текст ужасен Да, я согласен, что текст не очень хорошо написан Но знаешь Это на самом деле текст для студентов русского языка Для иностранных Иностранных студентов Я нашел какой-то учебник текста в интернете Я беру эти тексты оттуда И когда это не Какие-то тексты Типа русских писателей Это ужасный стиль Ну то же самое во Франции вообще Когда ты ищешь какие-то Типа тексты Даже уроки, иногда есть Какие-то грубые ошибки в уроках И в этих текстах Иностранных студентов это Это не иностранных студентов это Александр Пушкин ... 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 Здесь 6 Äннеры были бы find out лучи в жизни на корето-клеве. Учене был в 19 октябре 1811, он был такой кашин, сегодня Пушкин. Александр Пушкин был в 6 лет, когда он был бы везде лучи в жизни на его шесть, он был бы оцентителем моего дня на корето-клеве. я немножечко изменили я типа сказал, эти 6 лет может быть самые лучшие его короткой жизни тут сразу читается методика обучающего текста она весьма важна что? тут сразу читается методика обучающего текста а, да ок, я понял ну да, ну просто видно, что не писатели это написание вообще не знаю, кто написал эти тексты но это из какого-то университета, не помню, из какого города ну да просто, наверное, не прочитали или не знаю, что случилось ну да тогда вот, я так так получилось во французском очень часто так делится то есть вы говорите одно потом вы повторяете это очень помогает это очень, ну, неплохо звучит Алексей Пушкин всегда писал с большой любовью то есть Пушкин всегда писал так-так-так-так или это я думаю, что это не знаю что это не знаю это не знаю можно сказать любил дуйну это мнение классно вот в лицее тогда подтирается любовью но если любовь на французском языке типа любовь к лицею как-то странно в лицее о нем в первые заговоры как о большом поэтча седан со лицее специально дают сложные дурацкие тексты что это наверно это наверно это есть на французском языке в нем в этом лице и в нем в этом лице и на французском языке Пушкин закончил литей, он был в 1817 году и стал серьезно в мате литературой. Пушкин закончил литей в 1817 году. Литей есть во Франции? Да, литей есть во Франции. Но, Данил, как у вас? Поэтому можно сказать «une école» или «un établissement scolaire». А лисей – это не очень хороший перевод на самом деле, но не будем усложнять и оставим лисей. Лисей во Франции – это три последних года твоего обучения в школе. Лисей был открыт 19 октября 1811, не далеко от Санкт-Петербурга, в Царской село. Сегодня Пушкин. Александр Пушкин, сегодня называемый Пушкином. Пушкин. Мало осталось Ой, нам 11 Добро пожаловать всем Пушкин писал не только стихи Но и романы, повести, поэмы Он писал в хородях, жизнь Пушкин В тысячу раз уже повторю его имя Фамилию Экривы Как, ну, по-другому сказать Потому что вначале мы уже сказали Типа, ну, seulement Так, через отрицание Я не escrevi pas Солом Я забыл Смотреть одно Пасмейнся Уже ужасно Не только поэмы Но и романы Что сказать здесь Потому что у нас нет разницы Типа стихи и поэмы Вот для нас это Это то же самое Тогда посмотрю Есть ли другой перевод Для поэмы Сейчас посмотрю Может во французском Есть какое-то слово Которое я не знаю Нет, это русская википедия Тогда русскими буквами Поэм А как переводят на википедия Поэзи narrative Так скажем Так скажем И Поэзи Пушкин не только поэмы Пшкин не только поэмы Пффф Уже ужасно звучит не все конечно но некоторые для нас поэмы это это маленькие стихи знаешь типа есть может 12 строчек не больше для нас вот это поэмы а для вас поэма это какие-то книги для нас это не ну это поэм да потому что это стихи но во франции пози негатив есть очень редко тогда ну поэтому я не знал я я знаю такое слово но я не думал об этом слове для перевода но он писал о природе жизни об истории понравится сильно описание если честно я читал его в первом году в университете тогда я еще не достаточно знал русский язык чтобы произвести какое-то мнение но стиле я не помню если честно ну я помню как он все быстро делает то есть типа ты понимаешь хорошо ты не понимаешь твоя проблема я помню об этом но если правильно помню было было ясно как он писал но можете неправильно помню потому что уже было два года два года назад и дома у меня нет пушкина не из книги русские но пушкина думаю нет есть 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 повести или читал у меня есть в библиотеке я когда-то прочту такую оборудce в том что мне это очень не уже не вот смотрите я писал писаю еще раз такой текст и лаборде и улаборде и улаборде и лисюжей до лави и биланды на тюр пи Yogи писяки и лр а в том что не то чем Субтитры делал DimaTorzok Но самые лучшие его стихи Это стихи о любви Но его самые лучшие стихи Говорят о любви Чтобы не делать такое повторение Хотя это можно конечно сказать Но так украшаем Это не балет Окей Потом Дженильса довольно поздно В 1831 году Его жену звали Наталья Николаевна Это сможем В одном приложении сказать В 1831 году в 1831 году тогда здесь конечно лучше это посмотреть как звали эту женщину то есть какая у него фамилия но я не смотрю если вы знаете как какая фамилия фамилиям у наташи скажите иначе я не знаю иначе посмотрим потом он великий от того что для русской манеры прочтение слова льются рекой и очень красиво связывается сюжет становится с марию улица руки а да гончарова я знал на самом деле гончарова шарова данного я помню у меня я знаю девушку которую которую звонил гончару я вообще не знаю где удаление но гончарова так скажем она считалась она и самая красивая все гончарова это тоже бонус а так у меня вот когда у вас есть такое видите его заводительного голова ска мизике есть ярче всего это привести через косвено речь и скойн у а не косян косвенный залог Вот через космический залог Или через местоимение Типа Можно и так Всегда работает Почти всегда Но чаще всего, когда вы не думаете об этом Получается сложно Она считалась Нет, она считала себя Вот просто через Или через космический залог Это очень помогает Окей, спасибо Она считалась самым лучшим фаном России Без ошибок Пушкин впервые увидел Спасибо Игорь Пушкин впервые увидел 16-летнюю красавицу На Бару в Москве в декабре 1828 года И сразу уже влюбился в нее Окей Пушкин Пушкин Вау! Да, за первое. До свидания. Каждый маленький человек... Окей, я сейчас разговариваю. Говорю, это... ...а 1 балл в Москве в декабре 1828 1828, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Pushkin a vu pour la première fois la charmante jeune fille à un bal de Moscou en décembre 1828, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Ok. Faut abondir la vidéo, c'est pas sûr. Isra Zuge, point. Il en est tout de suite tombé amoureux. Alors, il est, il ne m'a pas agressif, il vient d'être, il ne dit pas, il s'en était pris directement, il s'en était pris dans le même instant, il s'en était pris ce soir même, le même soir, peut-être l'autre, je n'avais rien. Voilà. Bon, bien. Pouchekin a vu pour la première fois la charmante jeune fille à un bal de Moscou en décembre 1828, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Il en est tout de suite tombé amoureux. Ok. Il n'y a pas l'oubli. 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 Je suis tombé amoureux. J'ai aimé. Tu as dit que je ne suis pas l'oubli. On ne va pas tomber et ça l'oubli. Alors, on va abonner. J'avais le tournis. J'avais le tournis. J'avais le tournis. Écrivait-il à propos de leur première rencontre. Ok. Je suis tombé amoureux. J'étais tombé amoureux. J'étais tombé amoureux. J'avais le tournis. Je suis tombé amoureux. Aussi, j'avais le tournis. J'avais но Наталья была слишком молода, ее мать не дала согласия на брак подскажи вью, это может быть мужской урод не только единственный но Наталья была слишком молода и ее мать не позволяем ее не позволяем и не позволяем ее не позволяем ее не позволяем в если же мать литро и са мертвы не позволяем им не позволяем ее не позволяем ее Пушкин не пусть се нариентировать на Наталья Извинития. Пушкин не пусть се нариентировать на Наталья Гончарова 2 года. Круто. Через 2 года не Дон Дузон. Дон Дузон это будет в 2023 году. Как later на английском. У нас есть показатели относительно времени. Это важно. Много осталось? Да, много осталось. Круто. У Александра Сергеевича и Натальи Николаевны было четверо детей. Два мальчика и две девочки. Кроме его жены и детей в доме жили еще незамужние сестры Натальи Николаевны. Пушкину нужно было заботиться о них. И о них, извините. Александр Пушкин и Наталья Гончарова. « Ави 4 enfants». Сэрман Плеволица, как только. «Ави 4 enfants, 2 garçons и 2 fillи». 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 Что это делать? Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok но и буквы твои по 0 сатами всегда повторяются конечно да с деньгами тогда финанса можно оставить у пушкина было много друзей ну и множество врагов которые завидовали славе поэта лупо это в боку даме и но си у них есть враги и друзья завидовали славя или только враги здесь интересно и защиту куда микки луи он в ней соглах а кто-то с носом вообще это странно мне не знаю как это сказать не надо высморкаться но это мешает как будто какой-то комар укусился пушкин давай буквы трое по носа фамилию по этой буквы даме мезуси буквы дамиками он есть оглах здесь интересно на русском непонятно типа враги только враги завидовали а друзь или друзей враги но я так оставили на французском у нас такие друзья которые хуже врагов ну так везде и конечно но эти это мне руки и тогда мне все равно не оставили так на французском то есть на французском тоже не непонятно но слышали о версии что пушкин не умер на дуэль я приняла французском ума вообще не слушал я не помню как выглядит александр дюма но если правильно помню него есть те же самые такие ну такая борода все правильно помню но я вообще не уверен но интересно интересно посмотрю то распространенная версия линия киеве с оглах он веет а завидовать происходит особо уви желанием чтобы защитить свою часть и честь своей жены ему пришла часа радуя будет алина и шпарки дальше ну и просто что они должны не трогать окин комприсе им 2 веи партисипе и ла ду партисипе один дуэль дуэль и ла ду партисипе забавно что адна дуэль 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 анна точки на униссо райдар и таранча и ду партисипе дуэль дуэль урады он сон он уны и зелую дуэль и зелую де сафан и пасэн дуэль по-дэфранциумен и сафан дуэль будет черным как у пушкина интересна но посмотри потом у нас дуэль у нас а это лурдом и лисер дуран с дуэль и 10 Дальше, несколько дней назад, 10 февраля 1837, и он был мертвым, несколько дней назад, 10 февраля 1837. Он был мертвым, и он был мертвым, несколько дней назад, 10 февраля 1837. Он погиб. Он был мертвым. Мне кажется, они добавили это предложение, потому что они не знали куда. Они уже сказали это, типа, свою короткую жизнь. Не будем критиковать, это все равно текст на русском, который надо перевести на французский. Нам помогает. Кто виноват в смерти лучшего? Это Россия. Кто виноват в смерти? Кто виноват в смерти? Кто виноват в смерти? Или difficile de répondre a cette question? Никто не оставил руку Дантеса. Человек, который мог понять, какое значение для России иметь пушки. Нам остается только горка, жалейте об этом. Никто не оставил руку Дантеса. Готоват в смерти. Готоват в смерти. Дантеса. Готоват в смерти. Готоват в смерти. Готоват в смерти? Так что на столе иначе это все равно Game of學 был Луганом на русском. для пушкина дословно так получается нам остается только горка детьми да я знаю я знаю я знаю я знаю у нас нам остается только горки я жаленья как-то в последние квартиры пайета на мойке Я не знаю, что... Я не знаю, что я знаю. Сейчас мы будем говорить, что мы будем. Сегодня... 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 Il y a un musée Dans le dernier appartement Du Poet по 12 вы мойка aujourd'hui il ya musée dans le dernier appartement du поэт ou 12 мурика если вы хотите pas больше в интервале и компа rose компа и эти александр почкинер музей-жедваз, если вы хотите узнать больше на гранд поэте русский александр почкин сегодня у меня музей в последний апартемент поэта 12 румы и ка си вы voulez en savoir plus sur le grand поэт russe александр пушки musée vous attend ok мы справи 7 не очень хорошо написано на нитекста тогда пара там вроде нерасиместа чинно пушкина пушкина россии надо наверно сахармена да 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 я шипс а специально шоу и соскав и пушкин пороги специально шоу и я вообще не заметил на руси ли сонс на тире будет на тире ты зачем же он на россии на стол на атереками бушке к нам а не странно получается и не я правда не заставить так работают и нет ломки навеи ки н'ариве и пара компромнат тире каве на россии по пушкин окей теперь работать спасибо большое тебе море у нас осталось 30 лет вообще не знаю продолжу ли я эфир сегодня мишка устал горло не очень посмотрим ну да александр уже на русском имя александра сергеевича известны только в осиной во всем мире вы чаще пойти келену да и сон вы пушкини кони и не особенно в России, но также в мире с былом. У нас аргумные артисты литературы, напишете пушкин, лу-кран-пуэти-то России, О, бухгейне, лу-кран-пуэти-руссии... Александр Пушкин, эре-дил, он был на 6 юн 1799 в Москву в москву, в художественном роде, че шоусмюшно-ву-чет, лу-кран-пу-ш-ит. И ел. пушкейн, лу-кран-пуэти-то нею, в ел. пухгейн, в ел. бухгейне, Сергей Пушкин, сын Александр, работал в литературе. Он часто получал в большинстве русских книг. На большинстве времени, он собирался в салон, и говорил в литературе, в политике, в борьбе с прошлой и будущей России, и оборудовавшись последовательными новостями. Дальше, что у нас есть новости. Дальше, что у нас есть новости. Дальше, что у нас есть новости. Окей. Александр écrit ses premiers vers à ses jeunes, и что интересно, это что он писал в английском. В общем, Пушкин пасет лет в городе с большинством. Он имел « на натуре русские». Он имел « на натуре русские». Он имел « на натуре русские» всю свою жизнь. После того, когда Пушкин был известен поэтом, который был известен поэтом, он имел « на натуре русские» и « на натуре русские» и « на натуре русские». Лучше, как и дает поэте, Пушкин закончил в 1817 и снялся на литературу. Пушкин не только в своем поэме, он и также в фильмах, новелки и поэзии. Он оборудовал в отношениях питания, в жизни. оборудоваться от Тазатрагиват, болели миеню, « De la nature, de la vie, de l'histoire de l'Etat russe. Mais ses meilleurs vers parlent d'amour. Il s'est marié à cet art en 1831. Sa femme était Natalia Goncharova. Elle était considérée comme une des plus belles femmes de Russie. Пушkin a vu pour la première fois la charmante jeune fille à un bal de Moscou en décembre 1828, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Il en est tout de suite tombé amoureux. « J'étais amoureux, j'avais le tournis », « écrivait-il à propos de leur première rencontre. Mais Natalia était trop jeune et sa mère n'a pas autorisé le mariage. » Ok. « Et t'es alors ? » « Tac, d'un ! » « Voilà, Pouchkin n'a pu se marier... » « Pouchkin n'a pu se marier avec Natalia Goncharova que deux années plus tard. » « Ouais. » « Alexandre Pouchkin et Natalia Goncharova avaient quatre enfants, deux garçons et deux filles. Les soeurs non mariées de Natalia, dont Pouchkin devait également s'occuper, vivaient dans leur maison en plus des enfants. » « Ah, n'est-ce pas ? » « Il est dans sa maison. » « Et si dans leur maison, mon appareil a été un dôme-sistior ? » « En plus de sa femme et de ses enfants. » « Les soeurs non mariées de Natalia, dont Pouchkin devait également s'occuper, vivaient dans sa maison en plus de sa femme et de ses enfants. » « En plus de la femme et des enfants du poète. » « En plus de la femme et des enfants du poète. » « Plus de sa femme et de ses enfants. » « La famille de Pouchkin était réputée à Saint-Pétersbourg. Le tsar invitait souvent Alexandre, sa femme et ses soeurs dans le palais. » « Et ses soeurs au palais. » « La situation financière de la famille était assez difficile. Pouchkin devait beaucoup travailler pour nourrir sa famille. Le poète avait beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis qui lui enviaient sa gloire. » « Il a dû participer à un duel pour défendre son honneur et celui de sa femme. Il a été lourdement blessé durant ce duel. Lors de ce duel, et est mort quelques jours plus tard, le 10 février 1837, il est mort jeune. » « Qui est responsable de la mort du plus grand poète russe ? Il est difficile de répondre à cette question. Personne n'a arrêté Dantes. » « Il n'est pas fait que j'ai oublié l'homme qui n'arrivait pas à comprendre l'intérêt qu'avait la Russie pour Pouchkin. Il ne nous reste que des regrets amers. » Il ne nous reste que des regrets. « Il n'est pas très... » « Nous ne pouvons que le regretter amèrement. » « Ce n'est pas très beau, mais c'est comme dans le texte original. » « Oui. » « Il veut que ça ait quelque chose de signif. » « Aujourd'hui, il y a un musée dans le dernier appartement du poète, au Diozry Moïka. Si vous voulez en savoir plus sur le grand poète russe, avec son Pouchkin, le musée vous attend. » « Ok, parfait. » Если у вас вопросы или замечания Я может что-то забыл, что-то не заметил Где-то ошибся, это полностью возможно Или у вас есть другие вопросы по поводу не знаю чего Скажите И отсчетшу, иначе просто закончу эфир Нам было 10 сегодня, неплохо Хорошо Летом я не знаю, как будет с эфирами Вообще капец будет Потому что у меня не будет 2 недели в июле И неделю в августе Тогда нужно будет чаще эфиры делить до и после этих каникул Но надо отдохнуть Спасибо тебе, Горь, доброй ночи Спасибо большое тебе тоже Вы написали, что Дантес не знаю, какой на Тимир Пушкин Илья не мог Подожди, посмотрим Спускаюсь Это про Дантеса Где он Дословно я написал Человек, которому не удавалось понимать И не понять Значение Которое имела Россия для Пушкина Дословно я так написал И можешь на Ты говорить Что не знаю, какое значение имя Пушкин Он мог не знать Но это непонятно в русском приложении Не мог понять Не мог понять Я до слова перевод на Я не могу понять Подожди Подожди Я его приведу Человек, которому не удавалось понимать Почему интересовалась Россия Пушкиным Дословно так Извини В первый раз не так перевод Илья часто заменяет Этх Почему Этх Я тебя дождемся Окей, спасибо Спасибо тебе, Игорь Что смотрел Мария, я ответил на твой вопрос или нет Если не ответил, скажи Я объясню заново Что написано Мне Это про Димсик В общем, можно сказать Лама Дантеса Назадить Лама Дантеса Лама Дантеса Лама Дантеса Лама Дантеса Лама Дантеса Человек не понимает Пушкин Почему? Почему? Что касается Убрана Руку Из русской языка В общем, у нас французской Волон На самом деле Мне у тебя Дожди С разведчат Обязывал Я понял мара я отчетил или нет если не отчетил скажи авторами и тогда все хорошо звуки спасибо большое понятно автозамена спасибо теса тоже во франции вообще не знаем потому что мы не знаем иностранную литературу вообще тогда уже все кажется если у вас нет вопросов то закончил эфир на этой неделе будет видео объяснение о том почему же суши сход удар не место имения да кстати еще не сняли это видео если я сниму завтра или во вторник утром это очень быстро надежав вам будет интересно и вообще такие видео такие видео никогда не делал на канале и да и первый диктант будет через неделю то есть не в эту среду а в следующую так бы первый дитам диктант будет про согласование партисипасе лет мы сейчас проводим эфир с катей что обе чтобы объяснить все правила согласования этих партисипасе это будет хорошенько практика для вас и да все спасибо большое доброго вечера доброй ночи не знаю где вы находитесь и спасибо